Всем привет! Когда Sony отказалась проводить свою пресс-конференцию на E3, все решили, что она просто не хочет потеряться на фоне грандиозной конференции Microsoft. При этом сама Microsoft активно подогревала вот эту уверенность, тизерила анонс новой консоли и обещала показать аж 60 игр. Что из этого получилось, давайте разбираться. Добро пожаловать в E3 2019! Быстрое время загрузки и всё-всё-всё вот это. В принципе, эта информация могла бы стать сенсацией, если бы Sony не рассказала всё то же самое ещё несколько недель назад. А вот слушать всё то же самое по второму разу, ну это такое. Тем не менее, уже с большой уверенностью можно сказать, что консоль будет называться Xbox Infinite. Во-первых, это созвучно с Halo Infinite. А во-вторых, был серьёзный слив. И в-третьих, Infinite значит бесконечность. А Microsoft как раз продвигает идею постепенного развития своих продуктов. Тот же Windows 10, судя по всему, будет последний Windows, и Windows 11 уже никогда не появится. Плюс, Microsoft давно заявляла, что хочет сделать консоль, которую можно будет апгрейдить. Так что Xbox Infinite вполне может стать последним поколением консолей от Microsoft, вот в привычном понимании этого слова. Информация, кстати, о том, что у неё будет обратная совместимость со всем модельным рядом предыдущих Xbox, вот идеально с этой идеей стыковывается. Не показали консоль? Окей, жаль, ну типа переживём. Большинство ждали в первую очередь игры. Крутые анонсы и интересные подробности от ожидаемых всеми блокбастеров, которые до этого уже были анонсированы. Игры таки были, но и тут публика по большей части осталась недовольна. Все ожидали увидеть явно что-то более впечатляющее. Поэтому сразу после завершения конференции Microsoft попала под такой настоящий шквал критики. Даже крупнейшие западные издания, которые играми обычно вообще не интересуются, ну скажем, Forbes, пнули компанию за то, что она не сумела оправдать ожиданий. Сразу возникает вопрос, а почему Microsoft не приготовила что-то получше? И вариантов ответа тут сразу три. Либо не захотела, либо не смогла, либо у неё вообще всё получилось суперкруто, а это мы такие дураки, почему-то этого не понимаем. С первым вариантом всё ясно. Sony пропустила E3 не просто так. Она купит силы для чего-то очень мощного и эпичного. И вполне логично, что Microsoft просто не хочет заранее раскрывать свои карты. Гипотеза хорошая, но у неё есть слабое место. Если посмотреть на то, что показала Microsoft, то выясняется, что формально она представила почти всё, что от неё ждали. Halo Infinite есть, герзы 5 и The Outer Worlds тоже есть, плюс анонс от Ninja Theory, боевые жабы, новая игра от From Software. Всё это было. Что ещё ждали? Ну, естественно, сюрпризов. И на самом деле они тоже были, потому что анонс Microsoft Flight Simulator для фанатов жанра — это вот просто бомба. Сторонние разработчики программу минимум тоже выполнили. Dying Light 2 показали. Мало, но показали. Главного героя представили. Трейлер Borderlands 3 тоже показали, причём пока самый бодрый из всех. Хотя, конечно, вот с трейлерами из Borderlands 2 он не сравнится. Похоже, вот того гения, который монтировал прошлые ролики, они куда-то пролюбили. С Киберпанка вообще всё было восхитительно. И геймплей в полный рост показали, и виртуального Киану Ривза, и настоящего Киану Ривза, да ещё и дату выхода объявили. Из более-менее реалистичных ожиданий не исполнился, ну, наверное, только анонс Fable 4. Но в целом совершенно не похоже, что Microsoft спрятала вот в рукаве какие-то козыри. Нет, она постаралась провести достойную конференцию. Но в итоге в глазах людей вышел провал. Потому что важно не только, что ты показываешь, но и то, как ты это делаешь. Взять тот же Halo Infinite. Первая игра для нового поколения консолей. Ну так и покажите вы её нормально. А вместо этого показывают какую-то скучную кат-сцену с кучей мелодраматических соплей. С гирзами тоже неладно. Мрачная военная драма превращается в какой-то цитк с терминатором. Анонс Ninja Theory тоже очень многих разочаровал. Но даже не потому, что это вот сетевой шутер. Об этом было известно заранее. Но сама игра вот создаётся ощущение, что они просто делают клон овервотч. В таком слегка клоунском антураже. И от Ninja Theory ждали совершенно другого. Неприятно удивили новые Battle Toads. Потому что превратили таких суровых боевых жаб в детский мультфильм. Графика в оригинале, конечно, тоже была стилизованной. Но сама игра при этом была такая серьёзная и брутальная. А сейчас натуральный детский сад получился. Для кого вообще её делают? Для детей? Ну так дети об этой серии вообще ничего не знают. Игрой интересуются в первую очередь взрослые люди, для которых это такая живая ностальгия. Ну так и надо было делать именно для них. Ну и, конечно же, Elder Ring. Новая игра от From Software и Джорджа Мартина. И она могла бы стать гвоздём программы. И, собственно, почти стала. Но на трейлере был сделан очень слабый акцент. И показали откровенно мало. И люди, что называется, вот мимо ушей пропустили. Что интересно, в прошлом году у Microsoft по подходу была, в принципе, очень похожая конференция. Тогда тоже показали кучу роликов без геймплея. Но была масса очень важных анонсов. И они шли чуть ли что не подряд. И поэтому впечатление осталось очень хорошее. Но вот после анонса ещё люди обычно ждут подробностей, чтобы понять суть игры. И как раз вот этого в этом году Microsoft очень сильно не хватило. Особенно на фоне прошлых конференций Sony, которая вот не боится, что называется, показывать товар лицом. Так что похоже, что Microsoft честно пыталась повторить прошлогодний успех, но из-за недостатка премьер конфа прошла неудачно. А ещё если учесть, какие ожидания на неё возлагали, и удивляться тому, что многие журналисты подают сейчас вот конференцию Microsoft как откровенный провал, в целом не стоит. Мол, Sony победила Microsoft, даже не явившись на сражение. И вот всё в этом духе. Но напомню, что есть ещё третий вариант, который вот может объяснить всё произошедшее. Возможно, Microsoft на самом деле провела именно такую конференцию, какую хотела. Напомню, что компания не раз говорила, что одни лишь консоли ей уже не очень интересны. Её цель — глобальный игровой рынок. Поэтому на первом месте у неё сервисы Game Pass и xCloud. А для них нужны игры, причём их должно быть много, и они должны быть очень-очень разные. И поэтому Microsoft не особо пытаются делать дорогущие блокбастеры, как Sony. Потому что Sony вот со всеми своими эксклюзивами собрала вокруг себя только там около 100 миллионов игроков. А Microsoft нацеливается на 2 миллиарда, как они сами говорят. Поэтому, возможно, нам и показали вот то, во что эти 2 миллиарда якобы и должны играть. Игры по большей части недорогие, зато вот на любой вкус. Там двухмерная адвенчура с Пайрофе, хоррор по ведьме из Блэра, очередное LEGO Star Wars, психологический триллер «12 минут». И, конечно, не забыли про онлайновые проекты. Тут и Bleeding Edge от ниндзей, и Crossfire X, и Phantasy Star Online 2, плюс сама Microsoft анонсировала Minecraft Dungeons. Также компания вливается в тренд по созданию среднебюджетных игр и скупает все студии, которые могут делать, возможно, нишевые, но интересные проекты. На конференции, кстати, стало известно, что они ещё и Double Fine Тима Шейфера купили, которые сейчас старых психонавтов делают. Но вот если вы ждёте, что Microsoft закормит эти студии деньгами, и они начнут делать конкурентов «Веласт оф Аз», «Году по», «Дефстрендинг», вот с этим можно очень сильно обломаться. Очень вероятно, что Microsoft не собирается копировать политику Sony и делать упор на дорогих крупнобюджетных проектах. Очень похоже, что вот как Microsoft себя на этой E3 показала, именно так и выглядит её новый курс. На первом месте сервис Game Pass, на втором месте консоли, и на третьем месте облачные сервисы. Да, у них сейчас есть технические трудности, но в перспективе именно они могут выйти на первое место. И, кстати, заявление Microsoft, что они хотят выпускать на своей площадке по одной игре от своих студий раз в 2-3 месяца, отлично вот со всей этой теорией согласуется. И можете посчитать, в каком режиме этим студиям предстоит работать. Так что становится понятным, почему многие хардкорные игроки восприняли конференцию как скучную и неудачную. Потому что она была нацелена на других игроков. И тут, кстати, Microsoft повторила ошибку очень многих компаний. Потому что E3 смотрят в основном серьёзные игроки. Хардкорные и мидкорные. И поэтому лезть сюда с онлайном и козуалками, ну, довольно странно. Возможно, майки рассчитывали, что непрофильная пресса про них напишет и как раз донесёт информацию вот до тех самых 2 миллиардов игроков, которые в целом за E3 не следят. Но непрофильная пресса сориентировалась в первую очередь на реакцию профильных изданий и блогеров. И написала как раз о конференции в негативном ключе. Так что похоже, что Microsoft рассчитывали на одно, а получили немножечко другое. Хотели как лучше, а получилось... Пшшш... Покажи мне больше геймплея, расскажи больше подробностей про важные проекты, и могла бы выйти хорошая конференция. Но не вышло. Но в целом и остальные компании выступили не то чтобы очень сильно. В этом году вот никто не кричит «О, вот этот издатель всех заборол, сделали что-то невероятное, утерли всем нос». Никто ничего невероятного не сделал. Но важных анонсов в целом было много. Так что давайте вместе следить за самыми интересными играми и собирать по ним информацию. И на сегодня это всё. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.